Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Это канал Футбол, это жизнь. Итак, друзья, это последний выпуск третьего сезона карьеры за футболистов через 5 лет. И сегодня у нас бразильцы заканчивают свое путешествие по нашему каналу и заканчивают ее нападающий в Манчестер Сити Габриэль Джезус. Это самый перспективный игрок в серии FIFA. Ну и давайте мы посмотрим, чего сможет он достичь через 5 лет. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, там будут голосования по поводу нового сезона футболистов через 5 лет. Ну, давайте начинать. Итак, закончился первый сезон за Джезуса. Манчестер Сити занял пятую строчку, чемпионом стал Тоттенхэм. Кубок Англии выиграл по пенальти Лестер Сити, обыграв Манчестер Юнайт. Кубок Лиги Англии тоже выиграл Лестер, но только уже обыграв Сток Сити со счетом 2-0. Лигу чемпиона выиграла Бавария, обыграв Манчестер Юнайт со счетом 2-0. Манчестер Сити вылетел в четвертьфинале от Мадридского Атлетика со счетом 3-1. Лигу Европы выиграл Челси, обыграв Милан со счетом 2-1. На чемпионат мира 2018 года сборная Бразилии квалифицировалась в первой строчке и Габриэль Джезус едет на этот чемпионат мира. На чемпионате мира в группе D Бразилия вышла слева вместе со сборной Голландии. В 1-8 они обыграли Турцию со счетом 3-0, в четвертьфинале обыграли по пенальти испанцев, в полфинале обыграли португальцев, но в финале проиграли сборной Берии со счетом 2-1. Законится второй сезон за Джезуса. Манчестер Сити занял четвертую строчку, чемпионом снова стал Тоттенхем. Кубок Англии выиграл Тоттенхем, обыграв Челси со счетом 2-1. Кубок Лиги Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв Туонси со счетом 4-1. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Челси со счетом 3-2. Лигу чемпионов выиграла снова Бавария, обыграв Тоттенхем по пенальти со счетом 4-3. Ну и Лигу Европы выиграла Рома, обыграв по пенальти в Уоллбург со счетом 5-4 по пенальти. Манчеза-Сити вылетел в 1-16 Лиге Европы от Наполя. Закончился третий сезон за Джезуса, Бавария стала чемпионом Германии. Лейпциг выиграл Кубок Германии, обыграв Суперкубок Германии, выиграла Шальке. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Рома со счетом 1-0. Лигу чемпиона выиграл Мадрид Реал, обыграв Наполя со счетом 5-4 по пенальти. Бавария вылетела в 1-8 от Наполя со счетом 2-2. Лигу Европы выиграл Валериал, обыграв Рома со счетом 2-1. И после ухода Джезуса Манчеза-Сити стал чемпионом Англии. Закончится четвертый сезон за Джедес, а Бавария стала чемпионом Германии. Кубок Германии выиграла Хофенхайм, обыграв Кёльн со счетом 3-1. Суперкубок Германии выиграл Лейпциг, обыграв Баварию со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Реал, обыграв Галериал со счетом 3-2. Лигу чемпиона выиграл Наполе, обыграв Мадридский Атлетико со счетом 1-0. Лигу Европы выиграл Шархе, обыграв Фанфу со счетом 2-1. Бавария вылетела в полуфинале Оршальки со счетом 4-3. В чемпионате Англии второй год подряд Менчистос Сити становится чемпионом Англии. Итак, закончился последний пятый сезон за Джедуса. Мадридский Реал занял третью строчку, чемпионом стала Барселона. Суперкубок Испании выиграла Барселона, обыграв Мадридский Реал со счетом 4-3. Кубок Испании выиграл Атлетико Мадрид, обыграв Велериал со счетом 1-0. Мадридский Реал вылетел в полуфинале от Велериала со счетом 2-2. Суперкубок Европы выиграл Шальки, обыграв Наполе со счетом 2-0. Лигу чемпионов выиграл Челси, обыграв Манчестер и Неппи со счетом 2-1. Мадридский Реал вылетел в 1-8 от Милана со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Кьёльн по пенальти с счетом 4-3. На чемпионат мира 2022 года сборная Бразилии квалифицировалась в первой строчке. На чемпионате мира в группе А Бразилия вышла с первой строчки в клей-офф вместе со сборной Швеции. В 1-8 они разгромно обыграли Судовскую Аравию с счетом 4-0. В четверть финале обыграли англичанам с счетом 2-1, но в полфинале по серии пенальти проиграли сборная Аргентины. Чемпионом мира стала сборная Италии. Ну а матч за третье место выиграла сборная Испании, обыграв Бразилии с счетом 1-0. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте, ссылка в описании. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.